Всем бодрейшего! С вами Фликер и в этом видео мы рассмотрим новинку от бренда GameShow Игровой контроллер G8 Galileo Предназначенный по большей степени для Android, но также подходит для iPhone 15, у которого Type-C разъем Начнем, как обычно, с распаковки и комплектации Поставляется он вот в такой вот прямоугольной коробке Внутри нас встречает еще одна коробка, на которой написано Измеряйте то, что может быть измерено И сделайте измеримым то, что выходит за рамки Ну а вот внутри этой упаковки располагается как раз таки сам геймпад Стики у него зафиксированы, сверху лежит коробочка с документацией И, к сожалению, блин, нету кабеля для зарядки, что очень странно Но тут как бы производитель, скорее всего, подразумевает, что вы будете свой аппарат через этот геймпад заряжать Да, у него есть сквозная зарядка с помощью вот этого разъема USB Type-C А также имеется разъем мини-джек для того, чтобы подключать наушники Что, кстати, классно То есть это своего рода еще и хаб для смартфона В случае, если, например, у вас нету как раз таки разъема мини-джек в самом аппарате Ну или как в случае у меня Я с этим геймпадом использовал смартфон OPPO Find X6 У него нету разъема мини-джека Поэтому только через вот этот аппарат можно подрубать проводные наушники Но я с ним использовал Bluetooth наушники Но также проверил и этот разъем, он работает Далее в комплекте имеется еще наклейка Три дополнительных стика, так скажем, на вкус и цвет Для того, чтобы заменить стик, нужно снять верхнюю панель Она крепится на магниты, снимается легко Стик заменить тоже никаких проблем у меня не возникло По качеству исполнения и по хвату Напоминает мне данный геймпад Игровой контроллер от Xbox Но слегка с увеличенными вот этими частями И знаете, для больших рук, я думаю, это даже будет лучше Триггеры и стики имеют технологию эффект хола Что поможет избежать дрифа стика А также эти триггеры и стики имеют более высокий запас прочности Данный геймпад не работает по Bluetooth Только при подключении по USB Type-C Разъему, который, кстати, двигается Это сделано для удобства подключения Потому что устройства на Android имеют разную толщину И здесь как бы удобно подрубил, оттянул, так скажем И можно играть Также многие смартфоны, у которых выпирает блок камер Легко сюда зайдут Но если сильно выпирает Как в моем, например, случае Я вставлял в этот геймпад Oppo Find X6 У него, конечно, блок камер очень сильно выпирает И не так хорошо и стабильно держится в этом геймпаде Поэтому этот момент нужно держать в своей голове Потому что есть шанс, что смартфон с большим блоком камер Может просто выпасть из этого контроллера И это будет не очень хорошо Пластик здесь используется не дешманский В руках удобно лежит Площадка, куда помещается смартфон, она такая прорезиненная То есть не должна каких-либо отметин оставить на корпусе смартфона И да, важный момент Смартфон нужно с этим геймпадом использовать без чехла С кейсами, может быть, какие-то аппараты еще зайдут Но это очень индивидуально Поэтому тоже надо учитывать Мне вот еще хотелось бы посмотреть на другие вот эти панели В каких цветах доступны Может быть, какие-то фирмы будут кастомизированные делать Что очень как бы хорошо Со всякими рисунками разноцветные Было бы прикольно так поюзать Ну, это своего рода добавляет кастомизацию данному геймпаду Снимаются они вообще прям легко, непринужденно и могут упасть Послушаем звук стиков, триггеров и, конечно же, кнопок Звук стиков, триггер и, конечно же, кнопок Сильно не клацает, в принципе, звук такой приемлемый Для того, чтобы расширить возможности данного геймпада и отстроить его под себя Я скачал приложение GameSir Тут можно откалибровать геймпад Настроить мертвые зоны Отстроить триггеры И, конечно же, полноценно использовать функцию G-Touch У геймпада G8 три режима работы Первый это PlayStation Mode Когда лампочка с логотипом горит белым цветом В этом случае контроллер можно использовать с программой PS Remote Play Это когда вы удаленно играете на своем смартфоне в игры с вашей плойки У меня сейчас ее уже нету Пришлось распрощаться Об этом я в отдельном ролике расскажу вам Поэтому данный режим не получилось затестить на этом контроллере Но если вдруг кто-то из вас уже им пользуется и пробовал этот режим Напишите в комментариях, как он работает Потому что я смотрел у коллег обзор этого контроллера И у кого-то не совсем корректно работает вот этот вот PS Remote Play Mode Следующий режим предназначен для андроида И вот этот вот логотип должен гореть зеленым Переключать режимы можно с помощью верхних клавиш Зажимаете их одновременно и режим будет меняться В режиме для андроида геймпад определяется как просто игровой контроллер И во всех играх, в которых эти геймпады поддерживаются, он будет работать Например, запустили там девятый асфальт, нажали любую клавишу Все, игра поняла, что вы играете с помощью геймпада Запустили форточку, там все то же самое А вот в случае с третьим режимом, который называется G-Touch Мне потребуется как раз-таки приложение Где можно будет отстроить все кнопки Какая за какое действие должна отвечать Тут сразу же я заметил прокачку Вот этой вот системы G-Touch Раньше нужно было в игре сделать фотку вашего интерфейса управления Отправлять ее в приложение Там корректируют так, как вам надо И потом только игру запускать Сейчас GameSir прокачали свое приложение И теперь не нужно будет заморачиваться Фоткать интерфейс, значит, управления той же колды Переносить ее в саму приложуху Ничего не надо делать Прям можно в самом матче Все отстроить, переназначить ту или иную клавишу Это очень прям удобно сделали Несколько лет назад я заморачивался как раз-таки с фотографией С предыдущими, наверное, самыми первыми геймпадами от GameSir И другие производители тоже выпускали Это было не так удобно Здесь же реализовано намного лучше Ну и чуть не забыл На задней панели у нас имеются две кнопки макросов Они работают точно так же, как и в обычных контроллерах Это в Cyclone 4T и в Pro-версии Нужны для того, чтобы назначить на них какое-то быстрое действие В сочетании нескольких клавиш Подведем итог Геймпад GameSir G8 Galileo Вобрал в себя все самые, так скажем, последние технологии Это я говорю про эффект кхола у триггеров, у самих стиков Конечно же, вот этот эргономичный дизайн Привычный, я думаю, многим, кто держал геймпад Xbox'а Приятный дипэд, негромкие кнопки, вполне удобные стики Также подходит для достаточно больших аппаратов Мне кажется, что сюда даже какой-нибудь iPad mini залезет Если у него Type-C, я вот, честно говоря, не помню Есть кнопки макросов, а также с помощью приложения GameSir Можно более точно отстроить мертвые зоны, как вам надо Еще в плюсы я бы отнес вот этот разъем mini-jack Потому что многие производители уже в своих смартфонах отказываются от этого разъема Здесь же он кому-то, я думаю, понадобится Мне лично вот понадобился, потому что у меня аппарат как раз-таки без разъема mini-jack Из минусов я бы отметил отсутствие подключения по Bluetooth То есть какой-то свой iPhone, например, на Lightning Я не могу с этим контроллером использовать Только чисто вот для Android и для 15-х iPhone Далее, наверное, один из небольших таких минусов Это отсутствие зарядного кабеля в комплекте Но тут, опять же, как я говорил в начале Производитель, скорее всего, подразумевает, что вы будете пользоваться Комплектным зарядным кабелем вашего смартфона Ну и последнее, это то, что не все смартфоны сюда смогут залезть с чехлом Его придется каждый раз снимать Что ж, народ, на этом у меня, пожалуй, все Если данный ролик был вам полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх А если хотите увидеть еще подобные обзоры на другие игровые гаджеты И, может быть, даже смартфоны, такие у меня на канале тоже есть То подпишитесь на мой канал и на другие соцсети А у меня на этом все С вами был по-прежнему Фликер Мобильный геймер Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok